Так, рассказать что-то. Есть только две причины, почему вы включили это видео. Первое. Просто так вы вообще не знаете, как вы сюда попали. Второе. Вы пришли на кухню, насыпали себе что-то покушать, значит надо что-то послушать. И третье. Вы планируете купить дом, значит надо включить интернет и послушать, что там рассказывают о покупке дома, потому как они же больше знают, чем вы. А быть может вы вовсе уже купили дом, а знаете, вот когда покупаешь что-то там, дом, квартиру, то по инерции продолжаешь смотреть, сколько стоит там квартира в твоем районе, в твоем городе, а может быть и по всей стране. Поэтому напишите в комментариях, я вообще рассказываю примерно правильно или нет. Я лично купил дом в ипотеку. Не берите ипотеку. За полтора года жизни, не, не, как и полтора, за полгода жизни в своем доме я узнал, ну как в своем, наверное я живу не в своем доме, а в доме, который принадлежит банку. Ну вообще как там полному говорить, дом принадлежит и мне, но в залоге у банка. Короче, это ни черта не мой дом. На что надо обращать внимание при покупке дома? Я не строитель вообще ни разу. Я никогда не был экспертом в покупке строительства, вообще что такое дом. Я просто дядька, который купил дом и просто делюсь от первого лица, через что прошел я сам и прохожу. И буду проходить еще леток 30, наверное, пока не выплачу всю ипотеку. Итак, первый пунктик ипотека. Скажу вот что, ипотеку не берите. Еще добавлю, не берите, блин, ее. Жить в долг, это, знаете, такое себе удовольствие. И даже когда дом получше хочется взять, а дом побольше хочется взять, вы не получите удовольствие от лучшего дома при постоянном нависшем топоре над шеей. Прислушайтесь, вот ко мне, не берите ипотеку. Если вы живете в своей квартире, она ваша на 100%, вы продаете квартиру, может быть даже машину. Вы покупаете за эти деньги дом? Отлично. Не берите ипотеку. И на более там лучший вариант, больше вариант, что ближе к городу? Никогда. Вот поставьте для себя цель. Купить дом, но только без ипотеки. Вот цель. Купить дом, но только без ипотеки. И забудьте, что вообще существует такая вот веговина, как ипотека. Ищите все возможные варианты, но только без нее. Или вы продаете квартиру, машину там и что-то еще, а денег все равно не хватает на даже небольшой домик вдали, где-то в поле, в середине, где нет людей. Ну что, тогда значит не время. Не отказывайтесь от своего жилья, который принадлежит вам, когда вы живете в своей квартире, а не принадлежит она кому-то там другому, что-то буквы пропускаю. Второй пунктик. Вы живете в квартире, у вас там что-то привалило, какая-то работа, где-то вы нашли там денег, и вы хотите дом. Или даже вы живете в доме, вы хотите дом побольше. А быть может вы живете в большом доме, хотите дом поменьше. А быть может вы живете в доме, хотите жить в квартире. Арендуйте. Вот это вот то, что вы хотите, на какой-то определенный срок, ну на месяц. Да, я знаю, на месяц никто там не сдаст ничего. Вы поищите, может быть найдете. А если не найдете, то значит арендуйте на несколько суток. Итак, вы заехали в дом побольше, быть может поменьше, но не важно, а быть может вы даже хотите жить у реки с выходом прямо с участка на свой причал, или чтобы соседей не было, подальше от города, поближе к городу и так далее, у каждого разные цели. Прежде чем покупать, можно сказать навсегда, а если не навсегда, то на большую половину своей жизни, вы потом, если захотите продать, вы потеряете деньги, вы потеряете очень много денег, еще и нерву придачу, вы будете жалеть то, что поспешили купить. Сопоставьте покупку дома с покупкой более меньшей вещи, например, вы хотите купить дорогой смартфон за 100 тысяч рублей, ну, они же там полторы тысячи долларов. Вы купили первый день, вау, класс, супер, 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 на второй день вы поняли, что, блин, за сотку вы купили телефон, но у вас был до этого за 30 тысяч рублей, да он точно такой же, он в интернет заходит, он звонит, он пишет и так же разбивается. Так вот, быть может, надо было взять поклацать у друга такой же телефон, у вас же много друзей, у которых телефоны за сотку. Ну, короче, вы взяли, поклонули в магазине, ведь всегда мы представляем в голове картинку только положительную, вот как я хочу, так и будет. Вот как на ютубе посмотрел, как рассказали, так же и у меня будет, я куплю и у меня будет так, как тот чувак рассказал. Не, нифига. А когда покупаем, мы думаем, аккумулятор держит слабо, фоткает паршивенько и так далее, ну-ка я продам. Да нет, уже тысяч за 70 продаж, а 30-ку, пожалуйста, давай еще поработаем месяц-два. Так вот, то же самое с домом, вы проживете там дня 3-5, которые хотите купить дом, только арендуйте сначала его. Вы посмотрите, сколько будет там оплата за коммунальные платежи. Вы посмотрите, каково это жить, все-таки свой дом, да, нет соседей, вообще класснее соседей. Да, сейчас 4 дома будут смотреть в ваш двор, когда вы там, блин, почухали себе затылок. Там еще куча моментов, которые, которые вы должны, модель человека, вот, давайте модель человека разберем. У него есть кошка, а еще жена там и ребенок. Ну, значит, куча хлама, который уже не вмещается в квартиру, его двухкомнатное. Этот хлам уже, он, во всех шкафах, на балконе и даже под ванной. Выкинуть как бы жаль, потому как, блин, я за все платил. Так что же мне надо? Так мне надо дом, квартира надоела, шумят соседи сверху, по бокам, курят, в окно дым, машину не припаркуешь. Надоело. Жизнь одна, я хочу жить в доме. Ну, хотя бы, может, чуть-чуточку пожить, пока дом не заберут. Ипотеку брать не надо. А вдруг, чего? Сегодня я живу? Завтра тромб оторвался. Или купленные права меня сбили. Кошка без крыши над головой останется. Квартира была 40 квадратов. Да, двушка. Да, сорокет. Но там лоджия была моя. Да, там хлам. Ну, это было все мое. Я квартиру, значит, все-таки окей. Продаю за 4 миллиона. Ремонт нормальный. Школа, садик близко. Больница буквально 5 минут. Ногами расположение очень хорошее. Дом покупаю за 5 миллионов. Да, господи, что там? Всего лишь 1 миллион рублей. 70 квадратов примерно. Дом. Но все-таки плюс 30. Там уже 3 комнаты. 10 соток земли. Господи, да я там могу дворец целый построить. Деньги будут. Не переживаем. Все окей, мне только 30 с копеечками. 39. А до города недалеко. Особо всего 5 километров. Да можно и на автобусе. А можно и вообще пешком идти. Господи, свой дом. Это все, все. Вот главное, чтобы был дом. Свой двор, тишина, газончик, чаечек вечерком, на качельке. Да господи, кайф, я в тиктоке видел. Ну что ж, я продаю квартиру. Наш герой продает ее. Он продал квартиру. А, еще у него машина была. Давайте сделаем так. У него была машина. Он ее брал в кредит. Вот все выплатил. Он ее покупал за 1,5 миллиона. Продает за 700 тысяч. Так, это сколько у нас? 4 плюс 700. 4,700. Значит, надо еще 300. Да и все. Господи, кредит брать не хочется. Ну, 300 тысяч. Как-то, как-то выкручусь. Дом на всю жизнь беру. Господи, да я возьму на 30 лет. Продаю большой телевизор, который покупал за 120 тысяч рублей. Я продаю его за 50. Брал за 120. Ничего страшного. Еще, значит, надо 250. Так, блин. Все-таки. Беру кредит 250. А то уже квартиру продал. А в дом-то надо заезжать. Я ж не буду с кошкой жить под этим, под мостом. А, еще там жена и ребенок. Ровно 5 миллионов в кармане. Ну, все чудесно. Звоню своему риэлтору, с которым дома присматривали. Да-да, без риэлтора сегодня никуда. Даже если вы сами выбрали дом, вышли напрямую на собственника, вы все равно заплатите. Вам нужна контора, которая будет оформлять бумажки на покупку дома. Там заплатите меньше денег, да, чем стоит дом. Но тоже немало. Но когда ты покупаешь квартиру или дом напрямую, когда выходишь на собственника, такое бывает очень редко. Так что давайте наш герой выбрал дом через риэлтора. Хотя звонил по номеру телефона, который в объявлении указан как частник. Он звонит, а ему говорят, ой, вы знаете, а частник сейчас вот в отъезде. А я за него. Я вот сейчас вам дом покажу. Да, я риэлтор, но ничего, мне особо там много платить не надо. Потом договоримся. Я вам, я вам скидку даже сделаю. Я вам, вот, вот, собственно, не говорю, что он оставит вам диван. Ну, все хорошо будет. Как позже оказывается, диван, он и так входил уже в стоимость. А такие объявления штампуют сами риэлторы, чтобы заработать. А заработать сколько? Да вот, как бы, 300 тысяч рублей за сделку. За 5 миллионов покупаете дом, 300 тысяч рублей вы отвалите риэлтору. Потому что он опубликовал объявление. Он увидел, где-то там на улице продается дом от собственника. Он говорит собственнику, собственник, я продам дом быстрее. Поэтому вообще без проблем с тебя я почти ничего не возьму. 100 тысяч. 100 тысяч, так тебе надо быстрее продать. И риэлтор зарабатывает сколько? Бам-бам, 400 тысяч. Молодцы риэлторы. Я их, честно сказать, не люблю. Я вообще, можно сказать, ненавижу. Значит так, пошел наш Федя. Еще взял 100 тысяч рублей в кредит. Итого уже 350 тысяч в кредите. Вот еще прикол. Искал, выбирал дом за 5 миллионов, 70 квадратов, 3 комнаты. А тут за 5 миллионов, 110 квадратов, тоже 3 комнаты. Но ремонт лучше. Гараж прямо в доме. Забора, правда, нет. Ну ничего, господи. Так дом-то больше. И в доме, правда, еще не жил никто 2 года. Так что вообще нормально, там, ну, как бы, блин, так дом больше. Все фигня. Все, ни на что больше не обращаем внимания. Дом больше и стоит так же. Все. Значит, приезжает в свой дом. Погрузка, выгрузка, мебель. Плюс 50 тысяч рублей. Потому что потеплее хотел. Ну, там где-то под Краснодаром. С города Миллионника приехал в другой регион, ближе к морю. Море-то у нас в Краснодаре. Все туда едут, к морю. Хотя до моря там, наверное, сколько? Ну, больше 100 километров. Окей, живет возле моря. Вид в окно, в бинокль море не видит, но все равно возле моря. Там, кстати, он живет ближе к речке. Там прям очень рядом. Метров 100 и речка. 100 метров, речка, не 100 километров. А, вот еще. Взял еще 50 тысяч рублей в банке. Итого 400 тысяч в кредит он уже залез. Ну все, заехали. И начинается шоу под названием «Находи каждую неделю, каждый сезон по одному подвоху». Хотя Федя нанял человека-эксперта. Они приехали, значит, осмотрели с этими, какие-то еще там два чувака были. Это был электрик и сантехник. Они осмотрели нашу маленькую доминочку. И говорят, вы знаете, вот тут есть такая маленькая пиндюрочка. Это трещина в доме. Но трещина, наверное, небольшая, так что не беда. Она маленькая. Значит, крышу глянули, на радиацию стрельнули. Есть несколько минусов, но в целом весьма-весьма хороший говно. Федя, Федя, бери Федя. Федя, Федя купил Федя. Доволен, как Федя. Неделя первая. Насекомые. В доме давно никто не жил. Насекомых всяких в целые джунгли. Откуда берутся, непонятно. Но они даже, даже в ушах. Все бы ничего. Да вот кусает ребенка. Но у него там какая-то уже сыпь началась. Отвезли в больницу и говорят, Ребятки, а вы где живете? Они говорят, а мы живем в своем доме. Мы только что купили дом. Ммм, понятно. А вы не думали приехать? Как это, 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 это наш дом? Там ребенку жить просто опасно. Неделя вторая. Ходишь по своему двору. Соседи справа подозрительно смотрят. Соседи слева подозрительно смотрят. Они подходят. И начинают знакомиться. Забор от обоих соседей. Он, он есть, да. Но, ну, это просто сетка. Выйдешь во двор. И сразу смотрят себе из сторон. Что ты там делаешь? Поздоровался направо, поздоровался налево. Типа, мол, ну ладно, окей. Давай, делай свои дела. А я буду делать свои дела. Мы с тобой уже поздоровались. И постоянно вы только зыркаете направо, налево, налево, направо. На тебя смотрят или не смотрят. Ты наблюдаешь, что они делают, они наблюдают, что ты делаешь. И вот так вот примерно на оставшуюся жизнь ты будешь зыркать направо и налево. Окей, ты хочешь поставить забор. Но если ты поставил забор, то сосед думает, угу, ах ты чмина такая. Так ты же поставил забор, значит ты закрылся от меня. Значит я не буду с тобой здороваться и вообще, фу, буду жаловаться на тебя по каждой мелочи. Ладно. Кстати, вы забор решили поставить от соседей, а с лица то еще тоже нету забора. Как бы и ворот тоже нет. Приехали с фирмы, посчитали. С трех сторон забор будет стоить 800 тысяч рублей. В студию. Да, такие цены. Ну плюс, конечно, там еще ворота. Не автомат. Не, вы чего. Обычные. Ручные, скажем так, откатные в сторону. В магазине сказали вот что. А, вы купили дом, вот тот дом, который продавался вот много лет. Вот только что узнали, что он продавался много лет. Ну как бы да, я купил тот дом. А мне сказали, что он продавался пару недель. Да нет, не пару недель, он продавался лет шесть. А мне сказали, там два года никто не жил. Да нет, там не жили лет шесть. Эм, вас не смущает, что там Николаевич застрелился? Чего, блин? Кто такой Николаевич и что он застрелился, да вообще? Мне интересно, в чем он застрелился. Мне интересно, чего? Кто там вообще застрелился? То есть, кто у меня в доме застрелился? Да там жила, знаете, семья, она ушла с ребенком. У него рак там обнаружили. Он, значит, пожил там с годик и застрелился, наверное, с горя. Ну, ничего, он, кстати, бывший военный какой-то. У него тут еще и враги были. Чечню прошел, что ли? Да вы не парьтесь. Блин, наверное, не надо было вам говорить. Федя рассказывает жене. Жена теперь спать не может в этом доме. Может, в этой комнате он застрелился? А может быть, на кухню? А может быть, прямо в ванной, где мы купаем своего ребенка? У него рак был? А рак где он подцепил? В этом доме, что ли? А может, тут действительно какая-то радиация? Так мне ж тут мерили. Блин, так они мерили. Им даже в розетку ничего не включали. И батарейки, кстати, не вставляли. Ёпрос, это? Да ну нафиг. Звонит юристу. Так и так, можно ли аннулировать сделку? Тут мужик застрелился, продавец скрыл этот факт. А на меня тут еще соседи смотрят. И вообще, и вообще. Ну, юрист отвечает. Аннулировать-то можно, но не в нашей стране. Попробовать тоже можно, но не в нашей стране. Обойдется, знаете ли, экспертиза, претензия, рассмотрение дела адвокат по времени. Так и примерно с полгода будет по деньгам. Примерно 500 тысяч рублей. Дефис 500 миллионов рублей. По личному опыту, я вам скажу, никто еще не выигрывал такие дела. Звонит Федя, продавцу дома. Говорит, здрасте, продавец. А что вы не сказали то, это, пятое, десятое? Он говорит, ну вы же приходили там, осматривали со всякими там экспертами. Всякими там ля-ля-та-паля. Ну, вы же видели, что вы покупаете. Ну, как бы да, я видел, но я ж не знал там. Ну, значит, в общем-то, пошел ты нафиг. Все, кладю трубку. Нашему Феде всякие мысли лезут в голову. А что если этот Николаевич заболел раком от дома? А что если материал токсичный какой-то? Запахи словно появились странные в каждой комнате. Он пригласил строителей. Объяснил, что и как. Строители тут бегали, стучали, прыгали. И еще что-то там делали. Я не знаю как, но предположили, что это плесень. Какая-то это плесень. Ведь дом-то новый. Да, он-то новый. Ну, как бы ему уже лет так, наверное, 20. Строители подрыли фундамент. А там, значит, нет гидроизоляции фундамента. Наш Федя вообще не знал, что это такое. Он вообще не знал, что такое слово фундамент. Но главное, что он живет в доме. Ну, теперь он знает, что такое фундамент, плесень и Николаевич. Это пленочка такая, которая защищает попадание влаги под фундамент. И в него тоже. Вода просочилась под пол. Там образовалась сырость. А вскоре и плесень. Это вполне могло послужить раком. Супер замечательно. Я манал это все куда-то там. А что делать? Дом на продажу выставлять? Ну, наверное, да. А что в объявлении указать? Шикарный дом. Недорого. Всего за 5 миллионов. Так он, блин, за 5 миллионов. И продавался уже несколько лет. Сколько там, говорят, 6 лет. Это не могли продать. Так что мне получается все эти 6 лет жить в этом доме и бояться подхватить рак? Так у меня же кошка, так еще и жена и ребенок. 4, 4, 500 поставить. Итого. Итого. Считаем. Он теряет почти миллион. У него уже и кредит на 400 тысяч. Машины нет. Так еще и плюс полмиллиона терят. Грубо говоря, лям. В школу ребенка возят автобус. Но зимой. Зимой, говорят соседи. С опозданиями этот автобус приезжает. То водитель уволился. То ломается этот автобус. Ногами далеко идти до ближайшего продуктового магазина. Да и в школу тоже далеко идти. И в больницу, знаете ли, тоже далеко идти. Поэтому вызывают такси. А такси-то сюда. Не особо хочет ехать. А если едет, то тариф гнут такой, что, господи, господи, где моя тачка? На работе проблемы начинается. Зарплата та же. А вот цены. Вы были в магазине? Вот цены. Особенно продукты. Блин. Продукты, коммуналка и все. И ты уже не какой-то там успешный дядя. А просто еле-еле, лишь бы не сдохнуть. Комары задрали. Недалеко речка. На рыбалку только один раз ходил за эти полгода. Змей полно. Пьяний полно. Комары целой стаей начали летать. Причем они буквально все окна в доме осадили. Даже через дымоход пролезают в дом. Я не знаю, как это может быть. Но, блин, у меня это есть. Они задрались уже. Бедный Федя, бедная его кошка. Они ночью поспать не могут нормально, потому что комары жрут их буквально. И так далее. По примеру, Феде можно сделать определенные выводы. Знаете, в чем прикол? Это не выдуманная история, кстати. Это история настоящая. Настоящая. От первого до последнего слова. Просто она так рассказана. Ну, вам же не интересно, когда вот будет какой-то чувак рассказывать и так бубнять. Поэтому такие вот эмоции. Он до сих пор живет в этом доме. И он продает его уже, знаете, за сколько? Не за 4,5 миллиона. А за 4 миллиона. И продать не может. И до сих пор живет в этом доме. С плесенью. Перед покупкой дома выбирайте. Очень и очень, блин, долго. Летом приедьте, посмотрите. Прорастает ли трава между плиткой во дворе? На чердак залезьте. Под домом, блин, подкопайте. Зимой смотрите. С тепловизором придите. Постреляйте по стенам. Посмотрите квитанции, сколько платят за этот домик в 100 квадратов. Может до такой степени он холодный, что за отопление выходит тысяч, наверное, там 11. Про водку посмотрите. Вы ничего не стесняетесь. Вы платите, допустим, дом стоит 5 миллионов. Вы заплатили это 5 миллионов, за что вот вы покупаете все плюсы. Когда вы приходите, вам человек рассказывает, да вот плюс, вот плюс, вот плюс. Вы за эти плюсы уже заплатили. А вот вам еще, возможно, надо будет заплатить за минусы. И ваша цель, знаете, это как игра. Когда продавец продает там квартиру, дом, он пытается спрятать какие-то моменты. А вы приходите, вы пытаетесь найти эти моменты, эти минусы. Чем больше вы минусов найдете, тем вы больше собьете цену. Это и есть, знаете, обоснованный торг. Вот обоснованный торг это трещина, обоснованный торг это плесень. Да блин, за 2 миллиона этот дом надо было продавать. Чтобы там все подрыть, раскопать, подлатать, замазать, подмазать. Все, 3 миллиона, пожалуйста. Вот, в итоге это получится 5 урек. Ну, если там вам, допустим, место очень сильно подходит. Поэтому приходите на понравившийся объект, смотреть хоть каждый день. Вы приезжаете и днем, и ночью. Вы просто приедьте и целые сутки там проведите. Вот приглашайте разных экспертов. Приходите с электриком сегодня. И приходите с электриком завтра. Но только уже с другим электриком. Спецы разные бывают. Сегодня спец один, а завтра другое. Причем, знаете, вот чем прикол? Вы от разных электриков услышите разные вещи. Потом сделаете для себя определенные выводы. И вы, блин, уже, можно сказать, будете полуэлектрик. И вы будете шарить и в сантехнике. И как построить крышу. И как поставить забор. И сколько это все стоит. И со временем, вот спустя несколько месяцев, если вы действительно заинтересованы жить, жить. Ведь мы меняем деньги на жизнь, на время. Это и есть наша жизнь. Мы отдаем жизнь, чтобы получить что-то. Ведь мы во всех нюансах не сможем разобраться все-таки, в принципе, в начале. А вот потом, после покупки дома, платить за утепление дома. За гидроизоляцию, за забор, за чистку плесни. Будете вы со своего кармана. Короче, ну, нафиг не надо. Не стесняйтесь. Вы придите к дому перед покупкой. Погуляйте возле него так денек. Даже целую ночь. Посмотрите, послушайте. Быть может, соседи, алкошня, наркоманья. Может, там шум или драка по соседству. А может, там шумная дорога. А может, там вечером любят приезжать и, не знаю, что-то, какую-то траву продавать или еще что-нибудь. Или прохожие расскажут, что в этом доме Николаевич застрелился. Зайдите к соседям. Ну, вы еще их не знаете. Соседи всегда будут. Они будут только рады потрещать и рассказать всякое. А вы послушайте и сделайте для себя определенные выводы. Да, может, вы точно определили жить в этом доме. Ну, за пять мы у вас не хват. У вас только четыре. И вот, спустя определенное время, вы накопили свою базу. Приходите к продавцу и говорите. Дядя, я знаю все. Поэтому за пять я не куплю. А за четыре, блин, покупаю. Вот честно, покупаю. А это дядя говорит продавец. Эх ты ж гад. Ничего тебе не спрятать. И продает тебя за шесть. Знаю, вы держите в уме две мысли. Надо строить самому, дабы не влезть в всякие такие истории. Ну, нет. Это тоже, знаете, не вариант. Соседи рядом тоже могут построить дом и стать наркоманами и алкашами. И плесень даже в новом доме тоже может полезть. Ну, тем и пятый, и десятый. Так вот в чем суть. Если покупать готовый дом, не гоните беса и не гоните покупать быстрее. Типа, мне повезет. Нет, не повезет. Станьте профессионалом в подборе покупки дома. Выжидайте свой дом. Самые лучшие предложения появляются резко и исчезают быстро. Люди попадают в тяжелую жизненную ситуацию. Вот они ипотеку, например, взяли. Вот, например, он умер. Вот ипотека висит, оплатить нечем. Вот надо продать. Они строили за семь миллионов, плюс там мебель, техника. Вот действительно хороший, охренительный дом. Вместе он совсем вытягивает там за девять, за десять, может даже за одиннадцать. И они продают за пять. За пять. Это правда. Такое бывает. Потому как надо продать. Потому что, блин, он умер. Потому что вот надо лечить. Потому что надо... Ну, вот, вот, вот. Сегодня утром они опубликовали, а сегодня вечером дома уже нет. Уже продали буквально за один день. Все справились. Понимаете? Да, и такое бывает. Поэтому, поэтому люди переезжают в другие страны в срочном порядке. Вот, например, вот что недавно было. Тоже может быть вполне себе еще раз. Надо выжидать. А чтобы быстро купить дом, вы можете вот прям, 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 прям всегда. И так вы выжидаете. Вы выжидаете. Вы увидели этот дом, который строили там за одиннадцать, а продают за пять. И что вы делаете? Вы едете, смотрите. А у вас уже есть необходимое знание для проверки постройки. Свой риэлтор, свой эксперт, электрик и еще куча много чего кого. Вы должны быть, блин, профессионалом. Вы уже перед покупкой дома, вы уже, можно сказать, представьте, что вы его построили. Вы уже все знаете. Вы в этом разбираетесь. И не надейтесь, что вам повезет. Ни хрена не повезет. И вот второе. А зачем мне вообще упал этот дом? Да я буду жить в своей квартире. Тут никаких проблем. Оно-то и так. Ну, 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 так зачем тогда вы видео смотрели? Я поры с этой. Причем до конца досмотрели. А что делать нечего? Вы что, борщ там, не знаю, с кастрюлей едите, а не с тарелки. Ну, окей. Ну, а если серьезно? Я живу полгода в своем доме. И вот какие выводы я сделал для себя. Надо было мне покупать не живенько быстро дом, а провести все эти манипуляции, которые я рассказал. Которые, в общем. Надо было пожить в одном регионе. Даже не городе, не доме, не квартире, а регионе. Пару суток. А потом в другом регионе. А потом еще в третьем и в четвертом регионе с разным климатом. С разными людьми, национальностями. Это очень важно сегодня. И в разных районах. Погулять, поспрашивать и так далее. Все, о чем я рассказывал ранее. Так, а как определился бы я с регионом, ну, так арендовать дом, попадающий под мои критерии покупки, арендовать на месяц, два, полгода. Да ты что, братан? А то, что какие растраты? Это да неудобства, да геморрой. Так, блин, а купить дом какой-то с плесенью? Какой-то там чувак крякнулся и что, это хорошо? Когда вы ни хрена ничего не понимаете, покупать холодный дом, всякие там насекомые и прочие приколы дома. Уж знаете, там поболее геморроя и растрат будет. Так что так даже дешевле получится. И будет что вспомнить. Чудес не бывает. И вам не повезет. Вы должны пожить. Вы должны пользоваться вещами, которые хотите приобрести. Вы до покупки должны попользоваться этими вещами и понять, а оно вам надо. С ночи, это еще не конец видео. Я тут вот рассказываю, что я купил дом и тут, в общем, всякие минусы. Да блин, ну, в принципе, мне все устраивает. Процент так, наверное, на 80. Все нормально, все хорошо. Боремся, работаем, платим кредиты, ипотеки. И все нормально, переживем, будем биться, будем драться, мы победим. И вообще все будет здорово. Поэтому, в общем, не тупите, не спешите. И все будет клево.